всем привет разбираю однушечку из пинтереста красочную замечательную ну прямо восхитительную смотришь и радуешься сейчас посмотрим внимательнее поймем радоваться нам или нет поехали а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании и так передо мной однушечка хотя даже наверное это и не однушечка а скорее эта квартира студия что такое студия но когда это одно большое пространство ну или не очень большое и отдельно только санузел все все остальное объединено вот и посмотрим как здесь ребята справились с вопросом организации жизненного пространства что же они сделали они построили забор так любимый сейчас всеми рейки везде рейки и вот здесь вот они тоже появились вот эти вот рейки и вот этот вот чистокол из реек здесь тоже появился и чтобы забраться в это спальное место ну сквозь этот забор там и пролезть не можем мы сначала запрыгиваем на диван а потом уже на кровать ну или просто перешагиваем этот бортик край как эту в боковину у дивана но вы поняли в общем вот сюда ну в общем то вроде бы ничего можно и зашагнуть но только вот ощущать себя за забором или за клеткой в клетке за решеткой но как-то мне кажется так себе ассоциация какая-то такой лев в клетке но вернемся к самому началу и начнем с прихожей здесь предусмотрели шкаф благо место появилось спасибо застройщику что предусмотрел заходим место обособленная плиточкой выделено все хорошо даже консоль какая-то съесть даже есть какой-то пуфик по всей видимости где можно присесть обувь одеть это все здорово идем дальше у нас вход в ванную заходим есть унитаз раковина попытка спрятать стиральную машину а чё до конца то не спрятали надо было дверка это закрыть полностью и тогда бы было хорошо зачем нам видеть то этот предмет совершенно не нужно пока еще из него не сделали арт-объекта которым можно любоваться это просто технократическая фиговина которую нужно прятать ну и душевая кабина душевая кабина достаточно большая прекрасно я вот лично люблю душ ванну не люблю душ люблю идем дальше заходим в гостиную здесь у нас есть стол который прижат к стене я это ненавижу это не красиво это не практично вся стена засаленная этот стол кстати говоря очень близко придвинут кухонному гарнитуру если мы сюда сели это подобраться к духовке невозможно а вот этот человек будет испытывать явный дискомфорт потому что ему прямо в затылок будет идти жар из духовки духовка же вот на таком уровне вот я сижу представьте вот здесь за мной духовка я сижу и нагреваюсь прямо вот у меня башка дымит приходу уже пока там пирог готовится в общем что-то не продумали здесь до конца ребята но зато кухонный гарнитур выстроили по всем правилам фэн-шуя слева колонна справа колонна по всей видимости это холодильник дальше посередине у нас для готовочки то есть есть расстояние все хорошо справа окно и вот этот момент очень спорный с холодильником который загораживает свет из окна вот эта часть будет на кухне всегда темной может быть поэтому его отсюда убрать и поставить налево от этой колонны вовсе отказаться ну во первых чтобы духовка затылок мне не жарила во вторых мы сюда поставим холодильник который будет за спиной ну это хоть ну ладно пускай так и запустим солнечный свет пускай вот здесь вот солнышко нас радует освещает это пространство дальше гостиная это просто диван здесь перегородку построили видимо для того специально чтобы телевизор на нее поместить я бы так поменял на самом деле то есть я бы поставил так диван сюда бы телевизор столбы я бы отсюда вообще убрал поставил бы его лучше бы за диваном и поставил бы здесь стульчики какие-то вот здесь у меня освободилось место тогда колонну я бы оставил с духовым шкафом поставил колонну с холодильником а здесь открытый кухонный гарнитур а еще бы лучше я бы даже вот так вот вот поставил все высокие шкафы с холодильником там с духовым шкафом саму кухню вот задвинул бы вот здесь вот вот для готовки места достаточно столбы стоял вот таким образом ну и так вот мне кажется конфигурация гораздо интереснее потому что даже когда мы находимся на кухне или сидим за столом мы тоже сможем смотреть телевизор вот друзья ну и скрывать у надо что-то подумать за решеткой как-то не айс ну вот как то вот вообще не хочется сидеть за решеткой ребята жмите на колокольчик ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока да пребудет с вами муза и искусство